добрый день дорогие друзья сегодня начинаем мы продолжаем нашу серию вебинаров на тему волнового анализа как мы его используем в своей торговле такие есть интересные моменты на что стоит обратить внимание ну и вообще понимание того что данная система торговая торговый взгляд с точки зрения волнового анализа он именно приносит хороший доход трейдер пожалуйста скажите мне пожалуйста как меня слышно если какие-то может быть шум и эхо отлично отлично хорошо друзья хотелось бы понимать кто сегодня присутствует давайте последующим образом я тут торгуют на реальных счетах поставим одни ручку по торгуют на демо счетах поставим двоечку а кто-то собирается торговать поставим поставим прочь вижу что серьезные ребята сегодня собрались. Все на реальных счетах торгуют. Почти. Кто-то только собирается. Отлично, отлично. Я уверен, что сегодняшний вебинар принесется достаточно пользы для вас, потому что изначально, когда я начинал торговать, торговал я по-своему, опираясь только на технический анализ, когда я уже включил волновой анализ. Действительно, все движения рынка стали мне намного понятнее и, можно так сказать, я начал больше понимать, что зачем и почему. Сейчас включим терминал. Друзья, видно график? Скажите, пожалуйста. Окей. Ну, давайте немножко вспомним предыдущую тему, о чем мы с вами разговаривали неделю назад. Может быть, кто-то не присутствовал, может, кто-то поддобыл. Но основная наша мысль – это найти начало третьей волны. То есть, на любом таймфрейме мы видим прекрасно, да, то есть, вот даже картинка осталась с прошлого вебинара. Когда мы находим первую волну, ждем откатную вторую волну, мы находим начало третьей волны. Наша задача – найти начало третьей волны, и мы знаем, какие у нее цели. Давайте повторим на данном рисунке, что мы будем использовать. То есть, волны, понятно, мы будем находить путем того, что мы видим. Также мы будем использовать эту сетку Фибоначчи с дополнительными уровнями. Я уже говорил, какими. Вы можете еще раз проверить себя. Уровни, значит, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4, уровень 100. Также добавочный уровень 131, 161,8 и 200. Также хочу заметить, что в данном вебинаре я скажу о дополнительных инструментах. Сейчас мы их с вами установим. Во-первых, это будет индикатор МАКДИ, либо индикатор под названием АБАСАН-ССИЛЯТР. Фрейдери называет его просто АОшка. И сегодня, да, хотелось бы уточнить, что сегодня мы будем разговаривать именно торговлю по волновому анализу внутри дня. Давайте посмотрим вот картинку, он на прошлом вебинаре я вам показывал. Мы определили первую волну, вторая откатная. Мы что делаем? Кратко вспоминаем, да, на вершину первой волны оттягиваем от начала до конца сетку звоночек. И основная логика и мысль данной торговой системы в том, чтобы найти первую волну, дождаться отката и войти в начало третьей волны. Здесь на рисунке мы видим, что первая волна была нисходящая, потом откат, восходящее движение. И вот на этих уровнях, которые означают 50, 58, 23, здесь мы ищем точки входа. Да, можно уже здесь заметить такой момент, что на уровне 23,6 была точка входа. Мы еще на прошлой неделе разговаривали, когда график был в этом месте. Вот, да, обратим внимание, что вышли у нас новости на фарм, как они себя отработали, интересно, да. Но в итоге все равно пока что мы не определились, график еще не определился, куда он пойдет. А смысл в чем? Найти третью волну. А подтверждение третьей волны является пробитие основания первой волны. То есть в данной ситуации может быть два варианта. Либо это первая волна, либо вот это восходящее движение, вторая волна. То есть картина может быть таким образом построена. Мы-то всего лишь предполагаем на самом деле. Начало третьей волны находим и берем какое-то движение с этого. Здесь мы можем взять часть движения, зафиксировали бы. Потому что почему? Ну, если мы находимся внутри движения первой волны, начали начало третьей волны, но подтверждение будет, что это третья волна, когда ценовой график зафиксируется ниже основания первой волны. То есть в данный момент мы находимся внутри коридора, между уровнями 1.43.36 и 1.47.60. Вот. И сейчас, я так понимаю, вы вспомнили, вы закрепили данный момент, и сейчас перейдем рассмотрим именно на графиках внутри дня. На данный момент вопросы есть какие-либо коридоры? Всем все понятно, что мы ищем, я на прошлом вебинаре рассказывал, что мы ищем начало третьей волны. И почему? Потому что третья волна, она самая длинная, самая большая, и все профессиональные трейдеры именно берут это движение и зарабатывают. На данном этапе вопросов есть? Так, хорошо. Вопросов нет? Это отлично. Видно, все понятно, видно, ничего не понятно. Но я думаю, что все понятно. Перейдем на график, на чистый график. Таймфрейм, Анна спрашивала, таймфрейм любой. От старших таймфреймов всегда идем к младшим таймфреймам. Давайте посмотрим, вот возьмем свою любимую пару, Хамдоро, и пройдемся по графику за неделю. То есть мы видим, что вот сегодня четверг, он у нас выделен такими функциональными линиями. Среда, вторник, понедельник. Как торговать внутри дня? Также мы сейчас сюда установим наши спамогазины индикаторы. Кому какое удобно использовать, на самом деле. Кто-то любит того, что кто-то больше любит МАКБИ. Вот, пожалуйста, будем сейчас каждый день с вами разбирать, чтобы всем было все понятно. Обратим внимание для начала на индикатор АО. То есть здесь мы что видим? В принципе, по нему любой может догадаться, как идет изменение графика, изменение цены. То есть когда идет восходящее движение, он зеленый, и мы ищем именно такие моменты, когда он перекрашивается в красном и зеленый. Также следующий очень важный момент – это нулевая точка АО, значит, действительно, движение подтверждается. Движение вверх подтвердилось, оно изменилось и пошло наверх. Также и относительно нисходящего движения. Сначала идет изменение цвета зеленого на красный, потом пересечение нулевой точки, ну и потом уже дальнейшее движение идет разбородок. Также, да, мы будем использовать цвету Фибоначчи. И сейчас мы посмотрим. Начался понедельник, да? Все прекрасно знают, что есть такая торговая стратегия, как лондонский дырик. На чем она основана, я вам расскажу чуть похоже. Сейчас вот рассмотрят. Именно прекрасно понимаете, да, что есть различные сессии. Азиатская, европейская, Азиатская, Тихоокеанская. Четыре сессии. Нам главное изначально определять азиатскую сессию. То есть мы берем азиатский флэд. В данной ситуации в понедельник мы видим прекрасно, да, то, что после Монфарма фунт ночью прошел 120 пунктов. И в этом промежутке, в этом диапазоне он, в принципе, и закрылся в этот день, да. То есть здесь мы не будем операций на, только на флэд. Здесь мы будем операций на, именно на движение флэд. Все мы прекрасно знаем, что начинаем торгить с лондонской сессии, да, на 10 сессии делать нечего. Вот, 9 утра, 9, потом уже полноценно в 10 начинается бурная торговая деятельность. Самый главный момент, что нам нужно сделать. Нам нужно определить первую волну, да, и мы начинаем это делать. Даже несмотря на то, что мы не смотрим, в принципе, что внутри было на азиатской сессии, все равно эти движения все нужно учитывать. То есть, смотрите, устроим движение, да. Я предполагаю, я только предполагаю в данный момент, почему, потому что тогда я не знал, что было с графикой, но он выглядел вот таким вот образом. То есть мы смотрим, да, вот, 9 утра, начались торги. Так, я смотрю, значит, на индикатор АО. Он находится около нуля, значит, в принципе, пока что никаких движений мы не делаем. Что на АО, что на МАКДИ, мы видим, что когда индикатор возле нуля, лучше никуда не входить, а переждать этот момент. Не входить в позицию, это тоже позиция. Лишние сделки, неправильные сделать, никому не интересно. Так. Вот, дошел график с этого момента, да. Мы видим, что индикатор АО, вот, 5-минутный график на данный момент рассматриваем, индикатор АО поменял цвет с красного на зеленый. Также ориентируемся по МАКДИ, это когда объемы на МАКДИ, они находятся внутри, в стоящей средней. Наверху при развороте вниз, внизу при развороте вверх, да. Вот, пожалуйста, началась сессия европейская. Мы видим, что индикатор поменял цвет. Здесь уже, в принципе, мы отмечаем за себя такой момент. Вот движение первой волны, накладываем на него сет. И видим уже уровни, где мы будем входить. Здесь, просто немножко плохо видно. Вот, смотрите. То есть, основная наша цель найти начало третьей волны. Мы видим, что индикаторы АО и МАКДИ подтверждают, что нисходящее азиатское движение закончилось, и оно не пробило начало первой волны основания. Здесь мы входим в позицию. Здесь мы входим в покупку. Цель наша по цель фибоначчи это, во-первых, уровень 100, 131 и 161. Самый частый и правильный уровень будет уровень 131. То есть, заходим здесь в покупку, видим уровень 43,65. Стоп-лосс у нас получается сейчас покажем 43,64. Стоп-лосс, пожалуйста, 18-17 пунктов. Цель 60 пунктов. Смотрим, что было бы дальше. Пожалуйста, обратите внимание по времени, да? Уже в 10 скура мы взяли свою цель. Мы вошли, значит, в 9.40. 9-10.40. Ровно за час. Если бы мы вошли вот в этом месте. 18 пунктов. Спорт-лосс. 666 пунктов. Так просто. То есть, вы понимаете, что соотношение, в принципе, 1-3 и более в данной ситуации. Прекрасный вход. Прекрасная сделка. Видим, что здесь цена прям именно даже чуть-чуть выше приподнялась, учитывая, что у нас две цены в ГДА, ответственность в любом случае здесь закрылась. Бывают такие случаи, когда не касаются они именно этих уровнях. Чуть-чуть не заходит к 10 пунктов. Желательно закрывать. А не ждать. Именно. Так же, да. Видим, что у кого терпения хватило, те взяли намного больше в данной ситуации. 18, 161, 85, 1, 4, 180, просто 1, 4. Отлично. Убираем сетку. То есть, вы можете записать. Даже я себе напишу. Все. В понедельник. Пусть будет по уровню 131. Мы взяли 66 пунктов. Идем далее. Вопросы есть на данный момент? Как называется индикатор? Плохо слышно. А графики вы не покажете? Я же показываю графики. Не четко слышно. Буду четче говорить. Графики видно сейчас? Видно. Отлично. Еще раз повторяю. Нам нужно найти для начала первую волну. Как называются индикаторы? Окей. Индикаторы называются АО. Где он находится? Заходим в терминальный, значит. Вот зеленый крестик. Осцилляторы. МАКДИ. Четыре буквы. МА, СЕ, ДИ. Вот он, ниже он и размещен. Другой индикатор. Индикатор Билла-Виллинса. А вот сам осциллятор. Наша основная цель это найти окончание второй волны для начала третьей. Мы смотрим, значит. Здесь было нисходящее движение ночное, азиатское. Когда оно заканчивается, мы видим по индикаторам, потому что сменился цвет красного на зеленый. Пошло движение. Мы не знаем пока, что это за движение, да? Возможно, это откатная волна, а и вот эта первая волна. Но я предположил по индикатору, основываясь на индикатор, что это первая волна и жду теперь отказа. Отказ у нас был вот до этой точки. Как я понимаю, что это отказ закончился, благодаря тому, также индикаторам, когда цвет поменялся. Мы видим, что цвет у нас здесь поменялся. Зеленый. Здесь скользящая средняя вышла выше объема уровня индикатора магдива. Потом мы наносим сетку с нашими дополнительными уровнями на всю первую волну. И когда меняет цвет индикатора, возьмем, а обувь рассматривать, магдива на одного цвета, с красного на зеленый поменялся, мы здесь заходим. Основная опора это уровень 23,6. Мы вот видим, как раз индикатор показал смену движения на восходящее. И здесь находится уровень 23,6. Даже между 23 и 38. Соответственно, мы здесь входим в покупку. даже если мы зашли по уровню 38, у нас стоп-лосс получилось бы 25,26 пунктов. Цель у нас это уровень 131 сетки Фибоначчи и уровень 161. Здесь, значит, мы вошли в покупку. 25 уровень, 25 пунктов стоп-лосс. Цель первая 131 и 161. Вот 131 у нас 58 пунктов получилось, практически 60. 131, 76. 75, 80. По правилам торговли, когда стоп-лосс должен составлять менее, отношение стоп-лосса к тейпорту должно быть не менее, чем 1,5-1,2. В данной ситуации у нас 1,5-1,2. Сейчас все понятно стало? Нечетко слышно. Да, записи бинара будут, друзья. Идем дальше. Вроде бы взяли одну сделку, да? Вроде бы все. Пора бы на этом торговлю остановить сегодня. Но у нас начался только день, и нам хочется что-то еще сделать полезное для себя, заработать еще побольше прибыли, да? Хорошо. Смотрим дальше. 5-минутный таймфрейм. Смена индикатора АО. Тут мы взяли свои цели. Возможно, мы могли рассмотреть вот это маленькое движение за первую волну. Но откатное движение пробило его выше. Соответственно, мы понимаем, что это не первая уже была волна. Ждем дальше. Индикатор пошел на понижение. Горит красного цвета. Значит, мы ждем тоже движение графика вниз. Видим, что вот, пожалуйста, движение пошло. Представляем его за первую волну. Просто представляем для начала. Также натягиваем сюда график. Вот, график сетку Сибоначчика. В основном откатное движение оно на разных валютных парах по-разному. У каждой валютной пары есть свои, так скажем, фишки. Но в основном откатное составляет половину движения от первой волны. То есть по сетке Фибоначчо это 50%. Плохо видно, сливаясь, просто запомниться. Далее я вам покажу. В данной ситуации мы видим, что индикатор нам показывает движение вниз, но график откатывается наверх. Да? Мы видим вот такую ситуацию. Откатывается наверх и дошел до уровня 50. Видим резкая свеча вниз. То есть ага, значит в какой-то все-таки откат закончился. И вот возле вот этого уровня 50 посетки Фибоначчи, значит я решил зайти в продажу. Стоп-лост у меня получилось 26 пунктов. Также можно стоп-лост ставить за ближайший уровень. Но как бы это немножко опасно. Но с другой стороны, если вы рассматриваете завышенный объем риска, то вы может заходите там 1-2 процентов внизу, но вы понимаете, что вам в принципе здесь на 5-минутном графике вы сейчас возьмете за полчаса какое-то движение, можно поставить через уровень. Если у него видно, что график оттолкнулся от уровня 50 по сетке Фибоначчи, то мы можем поставить стоп-лост за уровень 23. Вот 18 пунктов. Пожалуйста. И мы здесь дальше пошло движение резкое вниз. Только мы вошли и резкое движение вниз. и уровень дошло до 3-й цели 200. То есть уровень 200, о чем он говорит? Это движение, размер первой волны умноженный на 2. То есть если мы сейчас здесь посмотрим, 40 пунктов. Мы взяли первую волну, а ее движение составляло 40 пунктов. Соответственно до уровня 200 от начала первой волны будет 80 пунктов. Вот пожалуйста. ровно 80 пунктов. Хорошо. Здесь мы вошли значит стоп у нас был 25 пунктов 161 37 записывайте еще в понедельник вторая сделка 37 пунктов. В совокупности уже получилось 100 пунктов. А рисковали мы здесь в этой сделке 20 пунктами а здесь 25 пунктов. Смотрим дальше. Продолжает торговый день уже все пообедали у нас дальнейшее движение происходит. Индикатор АО поменял опять свой цвет на зеленый. Мы ждем движение наверх. Движение пошло откатное движение после этого движения вверх. Хорошо мы берем это движение за первую волну. Накладываем сетку от вершины накладываем сетку от вершины в сторону движения дальнейшего. Вот так. Обратите внимание здесь почетче видно что как я говорил до уровня 50 до уровня 50 доходит откат и идет потом дальше. Что мы здесь делаем уже наверное поняли. Здесь мы входим на покупку стоп может быть через уровень вот опять 18 пунктов ну либо если уж по правильному то за начало первой волны то есть 34 пункта и цель нашей 131 вот пожалуй видимо она дошла 53 пункта и 161 на фунте в основном 161 очень часто бывает 80 процентов если 131 доходит то это значит пресеченная укороченная третья волна была и будет сейчас разворот в другую сторону еще раз повторяю пошли здесь со стопом 35 пунктов цель у нас первая 50 пунктов вторая 70 то есть соотношение 1-2 так как я изначально считал по уровню 131 то возьмем что мы здесь заработали 50 вот и вам и пожалуйста замечательный понедельник говорят в понедельник и пятницу лучше не торговать но тот кто пользуется волновым анализом ему без разницы какой день торговать потому что вот на этом прекрасном примере на этом понедельнике вы увидели что у нас были три четких входа и на которых мы взяли 66 пунктов 37 и 50 в общем в общей сложности 150 пунктов вопрос есть на данный момент вы используете уровень расширения фибоначчи я использую обычную сетку фибоначчи вот он находится вот здесь когда в стандартном когда вы только первый раз воспользуетесь там не будет некоторых уровней таких как 76 64 131 и 200 их просто нужно добавить вручную как это сделать нажимаем левой кнопкой два раза пунктирную красную линию она разделяется точке видите нажимаем правой кнопкой мыши свойство сибоначчи далее нажимаем добавить и вводим уже здесь уровень они здесь уже есть 2 и нажимаем ok и так вводим 1.31 131 уровень и 76.4 вот значит мы рассмотрели понедельник мы заработали 150 пунктов идем дальше я думаю что это отличный результат для тех кто торгует внутри дня и второй день в свое время тратить на торговом 10 нашего сделка она закрылась вечером 7 вечера мы начали 9 играем 7 вечера закончили если бы вы торговали 0,1 лотом с депозитом 1000 долларов к примеру потому что 0,1 лот если закладывать именно риски 2-3 процента то это как раз списывается в нашей риске по 20-30 пунктов соответственно вы заработали бы 150 долларов а теперь 150 долларов переведите в рубли и получают 10 тысяч рублей среди даже больше смотрим далее вторник 7 утра фунт резко стрельнул 178 пунктов потом отстать вот уже такая ситуация мы опять находим начало лондонской сессии 9 и прав 9 и 10 здесь опять я не могу показать по по плету азиатскому хобби но мы берем изначально это движение за первую волну то есть вот этот резкий плеск резкий импульс который был буквально там я причем находился за компьютером в этот момент и спал мы берем это движение за первую волну почему потому что здесь начало идет меня чтобы вы для себя понимали то есть у нас торговля на 3 дня используя волновой анализ мы берем эту точку как до начала второй волны если не было каких-то либо движения в другую сторону если бы она чуть-чуть просела бы здесь потом пошло наверх а мы взяли уже с минимума здесь мы берем это движение за первую волну на 3 дня оттягиваем сетку пожалуйста вот в 9 утра значит вы уже сидите за компьютером 8.45 9 вы уже анализируете рынок никогда не торопитесь заходить сразу прям быстрее если у вас там чешутся руки что-то вам нужно открыть быстрее заработать деньги не любят свой фильм вы ожидаете ждите своего входа так значит по сетке значит по нашей торговой стратегии мы начертили первую первую волну ждем отказа да посмотрим на индикатор ало значит пошло отказное движение он красный вот видим что маленький маленьким цветом начинают появляться зеленым цветом начинается якобы движение наверх он начинает дальше расти но что нам ждать в принципе да мы здесь взошли ну прям движение на цена находилась на уровне 38.2 вот ну заходим здесь покупку потому что почему потому что индикатор изменил цвет раз потом когда он начал опять движение вниз мы этого не пугаемся мы спокойно ждем да потому что мы поставим стоп-лосс вот сюда либо вот сюда за уровень 236 если вы ставите не за основание да для вас стоп-лосс большой то соответственно вам ставить надо заволить плюс 5-10 пунктов да потому что шумы ну видите здесь прекрасно как вот вот в этой свече от этой точки график коснулся четко уровня 236 ниже не пошел соответственно здесь даже можно будет добавить хорошо рассмотрим вот в этом промежутке мы здесь купили стоп-лосс у нас вот 50 пунктов пошло движение наверх пошло пошло движение наверх смотрим 50 пунктов 60 70 и в этом моменте мы видим 80 пунктов дошли на 0 одним лаком 80 пунктов раз пошел откат мы видим то что движение на графике на индикаторе а он поменялся цвет соответственно пора задуматься может быть мы где-то неправильно определили первую волну а может быть это будет сейчас откат и дальнейшее движение наверх а с другой стороны может быть нам этого уже достаточно когда меняет цвет желательно закрываться запишите себе это пожалуйста из опорных то есть индикатор ООО посмотрим на 15 минут на графике как бы это выглядело то есть вот движение мы нашли точку входа поставили стоп даже если мы стоп-лоссу сюда поставили 90 пунктов хорошо график пошел в нашу сторону на 15 минут на графике на 15 минут на 15 минут на таймфрейме ООО поменяло цвет на красный смотрим во сколько 12.45 по терминалу по Москве соответственно рекомендуется закрыть это сделка тем более она у вас уже в плюсе 50 пунктов значит записываем вторник плюс 50 пунктов второе правило поменялся цвет индикатора желательно сделку закрыть либо перевести без убых значит мы ее закрыли на 5 минутном таймфрейме легче смотреть и видеть по точку входа можно смотреть на 15 минут так а на золото так же можно да Алексей можно на золото чуть-чуть сейчас досмотрим до конца фунт и потом вернемся к золото вот обратите внимание но так же стоит учитывать такой момент что в любой у нас же есть всегда два варианта да мы в итоге узнаем когда будет пробитие мы узнаем подтверждение нашему движению то есть когда будет третья волна когда уже график он должен был бы выйти вот за цену 46.57 либо за цену 44.35 но он этого не сделал соответственно мы можем каким еще образом поступить вот это движение с этой точки вниз откат мы можем тоже взять его за первую волну почему нет то есть в волновом анализе всегда рассматриваются два варианта хорошо что не три вот смотрите почему поменял график цены график не график а цвет индикатора а вот поменял цвет соответственно попробуем значит может быть мы действительно где-то неправильно для разметки делаем в принципе мы забрали уже свои 50 пунктов и на этом довольны но пока цена начинает идти вниз вот этот именно момент где мы видим на 5 минутном графике движение вниз откат она не пробивает теней и начинает движение вниз соответственно я начинаю задумываться что может быть не надо встать в продажу я беру вот это движение за первую волну натягиваю сетку фибоначи и вижу что график остановился на уровне 38,2 фибоначи если я рассматриваю движение вниз за первую волну хорошо значит вот здесь у нас главное решение рассматриваем такой вариант что вот мы видим вот такую картину смотрим индикатор ао меняет цвет на красный мы натянули сетку фибоначи уровень 38,2 значит за уровень 23 если 100 плос поставить 36 пунктов для нас подходит подходит хорошо вхожу в продажу вхожу в продажу пока индикатор не поменяет цвет смотрим что происходит далее вот мы видим что индикатор поменял цвет на зеленый здесь но так как мы вход вошли свое мнение менять не нужно то есть либо стоп лосс либо хотите перестраховаться закрывайтесь да но здесь в принципе перезакрывать было бы нечего здесь вы вошли цвет менялся но 10 пунктов хорошо можно без убыток поставить можно 10 пунктов закрыть дождались резкого движения цены нет она опять отбилась от уровня 38,2 видите она дошла до цены до уровня 50 потом отбилась до уровня 38 и пошла ниже то есть почему ниже вот я смотрю вот цвет опять красный пошел на алло смотрим так ага опять зеленый цвет хорошо значит смотрим у нас 130 пунктов тут уже 25 пунктов я бы если честно просто поставил без убыток смотрим дальше вот уровень 61,8 дошел опять поменялся цвет индикатора смотрим сколько у нас пунктов у нас уже 38 пунктов и мы находимся на уровне но мы прекрасно понимаем что данный вариант мы рассматриваем как откатное движение почему мы взяли за первую волну откатное движение от сильного импульса наверх то есть если кто торгует по price action они бы ни в коем случае сейчас в продажу не заходили они бы заходили только по пуху и говорили бы зачем вы торгуете против тренда ребята а мы ребята торгуем волновым анализом нам без разницы какую сторону торговать вот мы далее но здесь уже в принципе началась американская сессия мы видим что в принципе график на одном месте находится ну так так вот далее пошел но останавливается наш анализ когда начинается новый день соответственно для сегодня представим что здесь в 7 вечера когда в 7-8 вечера закрывается Лондон мы бы закрыли спрос и закрыли бы терминал соответственно взяли бы 30 пунктов то есть я пишу 50 пунктов 50 пунктов за вторник у нас получилось 80 пунктов 0-1 лотон это 80 долларов хорошая торговля получается так вопросы есть какие-нибудь пока вопросов нет смотрим дальше у нас началась среда пожалуйста вот тут уже мы наверное рассмотрим ситуацию с азиатским поэтом смотрим значит 9 утра отмечаем себе игра я отвечаю сразу две цены это 9 утра и 10 почему потому что как понимаете планеты крупят когда они сразу все трейдеры включаются вот значит с начала дня мы здесь определяем границы этого флета пожалуйста до 9 утра вот смотрите значит смысл какой первое импульсное движение которое выйдет за границы этого флета мы не берем желательно не берем но если бы взяли нашли вход на более меньшем таймфрейме на м1 допустим то уже ну если вы взяли то хорошо входим но пока мы выжидаем да то есть смотрим а на чем вообще основывается торговая стратегия лондонский взрыв данную стратегию я рекомендую вообще новичкам которые только начинают свой путь в данной сфере очень просто да то есть мы здесь определяем азиатский флэт и добавляем по 10 пунктов то есть 45-58 45-68 добавляем по 10 пунктов двух сторон и выставляем отложники то есть наверх будет buy stop снизу будет sell stop и когда уже начнется движение в какую-то сторону график в итоге все равно пойдет давайте просто просмотрим пока без анализа по волновому что бы случилось мы видим что здесь бы у нас открыло продажу потом бы ее закрыло в минус здесь бы открыло покупку она была бы в плюсе но потом бы она ушла в мис тут надо рассматривать именно на один вход несколько сделок то есть одну с трейдингстопом другую с небольшим тик профитом но это в принципе не сегодняшняя тематика как мы используем этот флэт то есть мы видим раз движение импульсное пошло оно пробило получается сейчас я уберу вот если не нужно вот оно пробило это движение то есть ага мы такие думаем хорошо то есть вот это движение из двух свечей резких мы пока берем за первую волну но мы в него не входим ждем отказа вот включилась зеленого цвета индикатор ООО поменял цвет но мы видим что какой резкий импульс резкий импульс да и он пробил основание этой нашей предполагаемой первой волны соответственно мы сделали разметку неправильно значит это не первая волна и тем более она пробила другую сторону сделать флэк тогда мы просто ждем опять значит мы берем вот это движение за первую волну вот пожалуйста то есть я так двигу график почему чтобы было воспреждение как будто в реальном времени то есть смотрим вот у нас график первая волна пошел отказ ну мы бы начертили конечно же еще сразу фибоначи вот здесь так движение вверх мы сверху у них на всяком смотрим значит так тут около когда индикатор а он находится около нуля это такие очень нестабильные входы и желательно их пропускать да мы видим что график четко прям отбился от уровня 38.2 начал движение вверх можно было бы войти но лучше чуть-чуть подождать да вот то есть вот идет консолидация такое накопление в принципе я здесь бы зашел когда я сомневаюсь да я закладываю в риски там допустим 3% от депозита возьму так как мы начали рассуждать от депозита 1000 долларов да там 20-30 пунктов я бы вошел к примеру вот здесь я вижу что здесь какая-то непонятная ситуация но мне хочется прям купить я вижу что надбила сатурна 38.2 но не пошло дальше здесь вот я к примеру бы купил как вам говорю поставил стоп за уровень то есть через уровень если я купил на уровне 50 я бы ставлю стоп лост через уровень то есть 23 вот смотрим я бы здесь ровно поставил 23 и 55 пунктов 25 пунктов у меня стоп лост смотрим что было бы дальше а дальше все произошло просто прекрасно почему потому что мы видим что индикатор ао начал зеленого цвета начал расти соответственно вход мы сделали правильный так как я вошел в пол сделки я бы здесь после пробития уровня 61.8 еще бы добавил одну сделку со стопом там же 36 но я же разбил изначально я перестраховался соответственно я вошел двумя сделками но объем у меня был в принципе тоже вот смотрим такая очень частая ситуация бывает когда доходит до основания третьей волны основания первой волны вершины первой волны импульс ложный почему он такой ложный там часто бывает потому что те кто торгует по классическому волновому анализу там стоят отложники на покупку все очень просто они стоят отложники на покупку с этими целями но у них стопы действительно должны быть тогда вот смотрим если у 10 мы ставим отложник 2-3 пункта от вершины первой волны стоп-лос у них 90 пунктов а цель у них 50 пунктов соответственно по нашим правилам это никак не проходит но помним то основное правило то есть изменился цвет значит что-то не так надо либо поставить без убыток либо закрыть сделку то есть мы вошли по этой цене график у нас нашел до верха до основания вершины первой волны здесь я видел цвет поменялся откат у меня две сделки открыты так мы помним я бы закрыл нижнюю сделку в плюсе в которой больше вот видите соответственно 0.05 она открыта значит это 15 долларов вторую которая открыта вот здесь на этом уровне я поставил бы просто без убыток вот без убытка и плюс 14 пунктов плюс 14 долларов она была вот удачно видим да что она не закрыла мою вторую сделку вот я здесь зашел прям 2-3 пункта видно 3 сделка не закрыла пошла дальше цвет индикатор поменялся на зеленый как я и говорил бывают такие моменты когда до цели не доходит буквально там 2-3-4-5 пунктов в данной ситуации 25 пунктов здесь бы я закрыл вторую сделку потому что даже по свечам я вижу да то есть вот эта свечка ее могут там назвать называют по-разному доджи разворотная там разворотная фигура свечной анализ я бы сделал итоговое решение после того как увидел что третья свеча она они закрылись в принципе на одном уровне и у них тени одинаковые но это сигнал уже я по сути разворот вот здесь бы я закрыл соответственно первая сделка у меня закрыта плюс 15 долларов вторая открыта здесь я бы закрыл ее вот в начале четвертой свечи 36 пунктов соответственно это 18 долларов 05 то есть у меня я тебе пишу среда 15 15 долларов и 18 идем дальше смотрим что нам может быть дат а может не дат прыгнуть идем дальше так вот такой момент к примеру вам очень понравилось торговать по волновому анализу и вы решили искать максимальное количество входов обычно это бывает у всех кто-то начинал вот мы взяли за первую волну маленькое движение мы через север у него сибоначчи возьмем оно действительно маленькое тут составляет буквально 40 пунктов но мы также видим что от уровня 61 цена отбилась мы здесь можем зайти в продажу стоп через уровень пожалуйста стоп 13 пунктов чисто с психологической точки зрения у нас в голове такое будет происходить мы взяли всего 15-18 долларов а до этого во вторник и понедельник мы взяли по 100 пунктов по 100 долларов нам хочется еще но в любом случае вы бы пошли по вершине здесь мы заходим в продажу стоп-лосс у нас пусть будет 15 пунктов ждем видим что опять задевает четко прям задевает уровень 131 потому что и время уже посмотрите время открылась американская сессия включился индикатор АО поменял свой цвет соответственно я бы тут уже закрыл у меня была первая точка входа я взял плюс вот вторая точка входа 28 пунктов соответственно 28 долларов подписывает 28 долларов ну посмотрим что было бы дальше ну прекрасно видим что цена дошла и более но я бы честно не ждал ну действительно можно и подождать и поэтому рекомендую разбивать на две сделки вход то есть одну можно с стопом через уровень поставить другую и взять 131 другую поставить со стопом повыше но цель чтобы была 161 то есть я как говорил как будто в режиме реального времени потому что меня сам индикатор АО смутил своим частым частой переменой цвета поэтому я перестраховался и закрыл 228 долларов вот а могли бы мы здесь взять смотрите сколько 40 цель 200 и 261 иногда тоже отрабатываются вот вот такая у нас среда переходим значит четверго так же мы здесь вставляем до сегодня вот 9 утра смотрим азиат что мы ждем первого импульсного движения о график пошел вниз хорошо значит что мы делаем мы берем за первую волну вот это движение накладываем на нее сетку смотрим что будет дальше АО индикатор начал откатывать зеленым очень часто кстати обратите внимание когда очень большое отклонение индикатора АО от нулевой точки и он начал якобы свой отказ но график не движется соответственно будет движение в ту же сторону в сторону первой волны то есть сначала то есть он дошел до нуля нету никакого отката сильного от точки от уровня 76 4 где находимся сейчас тоже хорошие точки входа бывают но уже более рискованные потому что изначально нам нужно ставить все равно 100 плос за основание первой волны 70 пунктов 7 долларов нет многовато не входим ждем дальше вот здесь в этом моменте сегодня мы видим что цвет индикатора АО поменялся мы могли бы зайти здесь в принципе на уровне 38 100 плос поставим 30 пунктов 33 на продажу и пошла у нас продажа значит но так как смотрим как я вам говорил обращайте внимание на индикатор да все мы знаем что индикаторы запасывают полновому анализу индикатором в принципе не пользуемся но дополнительная поддержка в виде индикаторов одного двух индикаторов она не помешает доходу вот здесь мы зашли хорошо на уровне 38 на этой тени мы не точно не зашли мы ждали закрытые свечи соответственно я зашел вот здесь на уровне практически 50 со стопом 24 пункта видим что индикатор поменял цвет на зеленый вот и я тут закрываю здесь лучше зафиксировать прибыль чем надеяться а вдруг то есть 21 пункт 21 доллар вот пожалуйста и смотрите да то есть необязательно сразу может быть после откатного движения сразу движение вниз а может быть еще постоит постоит там помучает нас да и тут сразу возникает такой вопрос а может быть вот это первая волна как вариант да почему нет и давайте посмотрим вот этим идеальным откатным движением вторую волну который изначально у нас была вторая волна взяли бы за первую волну смотрим обратите внимание вот точка входа хорошая и на уровне 23,6 по сути цели наши должны быть на уровне 131 вот здесь 45,25 60 пунктов но обращайте внимание в первую очередь на старший таймфрейм здесь мы видим что индикатор ООО показывает нам падение H4 я смотрю он показывает падение соответственно тренд у нас идет под индикатором вниз до пока до того момента пока не пересечет нулевую точку когда нулевую точку пересекается здесь уже могут быть какие-то моменты консолидации флэта и потом когда она уже продолжится вниз вот так вот здесь вы видите да то есть мы видим что маркетмейкер здесь хотел здесь убивал стопы те кто стоит в продаже короткие вот вам покажу просто вот мы взяли все это движение за первую волну то есть у нас изначально по вот этой картине первое второе третье движение вниз а это под волны то есть на H4 мы взяли видели начало третьей волны а как мы увидели это начало третьей волны на более меньшем таймфрейме правильно сейчас мы как раз его я вам еще раз покажу вот пожалуйста первая волна откат точка входа 23,6 прям идеально отрабатывается по закрытию свечей входе более конкретный вход видно на M5 на M15 что мы с вами в принципе смотрели и хочу сказать что данные сделки которые мы делаем внутри дня можно хорошо совместить со среднесроком здесь представляете мы зашли со стоплоссом 45 пунктов и цель у нас первая вот 160 пунктов вторая 200 40 пунктов стоплосс 200 пунктов тейк профит соотношение 1 к 5 идеальный вход но мы вошли получается здесь здесь мы зашли во вторник а закрыть в принципе пятницу вот он среднесрочная сделка вополновом анализе идеально но мы этот вход бы здесь видели еще на M5 M15 в принципе я думаю достаточно понятно объясняю если есть вопросы спрашиваю так где будут записи бинара записи бинара будет вы можете уточнить этот момент позвонить к нам в компанию пока точно не могу сказать да абсолютно верно Дмитрий а я как все другие записи на инфид канале ОМАФ так задавали вопрос по золоту по золоту сейчас мы заберем скажите пожалуйста всем в принципе понятно то что я вам сейчас объяснял в течение часа мы разбирали четыре дня я вам хочу подвести итог то есть четверг сегодня мы бы взяли 21 пункт 21 я помню давайте я вот посчитаю первый день у нас вышло 66 37 37 и 50 пунктов 153 пункта второй день 80 пунктов третий день у нас сделка была разбита на 2 15 18 долларов 33 плюс 28 61 доллар 61 пункт ну и четвертый день 21 доллар в совокупности выходит 153 80 233 плюс 61 294 плюс 21 315 315 пунктов мы могли взять за 4 торговых дня 315 пунктов если вы торговали если ваш дефозит 1000 долларов и вы входите так же как я вам объяснял сейчас за 315 пунктов вы могли за 4 дня заработать 315 долларов это 31 процент депозита причем вы рисковали с 2-3 процентами от депозита вот вам пожалуйста наглядный пример того как надо торговать как можно зарабатывать спокойно представьте если у вас депозит 10 тысяч долларов и вы закладываете в риске 1 процент от депозита соответственно вы бы заработали за 4 дня полторы тысячи долларов так золота вопросы есть у кого-нибудь давайте вопрос покручение что вам ничего не понятно пожалуйста посмотрим ситуацию по золоту сразу вижу движение пожалуйста вот какое-то движение вниз в течение недели начале мая майские праздники да движение вниз рассматривал аж 4 график вот обратите внимание уровень 38 и 2 входим здесь продажу попрос на тысячи пятьсот пунктов по золоту здесь немножко другие цифры другие ориентиры другие заработки пунктов по золоту по золоту 131 161 200 261 здесь в принципе по золоту можно рассматривать те 4 цели и это вы прекрасно уже я вижу что видите да обратите внимание здесь мы зашли до а рекомендую делать вообще следующим образом как я говорил на один ход несколько сделок то есть у нас мы берем изначально три цели вот эти 131 161 и 200 3 сделки допустим мы вошли здесь с нашим депозитом 0 1 взяли 1500 большой стоп лосс получается но изначально вы же рассчитываете да относительно своего депозита стоп лосс пусть будет у нас неизвестный депозит объем 0 1 3 сделки по 1500 пунктов стоп лосса соответственно это 450 долларов мы закладываем в риск пошло движение мы видим что как я и говорю что обязательно почему-то график уровень 131 фиксируют именно движение проходит таким образом что открывается всегда сразу смотрим да взяли 3200 то есть 320 долларов зафиксировали далее у вот еще открыты мы ждем ждем несмотря на то что они уходят уходит ваша прибыль уменьшает да то есть идем для движения дальше у нас цели поставлены цели вот 161 и 2 все мы ждем спокойно следующая 4 тысячи пунктов 400 долларов зафиксировали следующая 5400 4 тысячи 3 3 200 до 4 ты 400 долларов 3 200 и 550 вот обратите внимание 1100 долларов прибыль рисками в один так друзья в принципе я все на сегодня объяснил нас время заканчивается пожалуйста если у кого-то есть вопросы задавайте готов на них ответить я уверен что достаточно понятно объясню вы сможете использовать мою практику наработанную многими годами и личными ошибками уже во благо себе надеюсь вы не зря понял что не зря вы присутствовали сегодня не зря посмотрели данный вебинар выполняйте свои депозиты торгуете в плюс и все у вас будет отлично но если вопросов нет тогда я хочу с вами попрощаться пожелать вам профитов успехов приводите друзей на следующие вебинары мы расскажем как мы торгуем еще интереснее так что успехов вам и до связи если у вас вопросы будут обращайтесь со своим персональным менеджером обращайтесь ко мне рады будем вам помочь каждому найдем время и выведем вас на ту точку доходности которая вам нужна всем успехов всем до связи